После дождя огромное, не аварийное, еще живое, хотя и очень взрослое, почти вековое дерево упало и повредило этаж дома. Домик известен каждому, пожалуй, Рязанцу. Очень красивый и резной, будто из детской сказки. Он охраняется как памятник архитектуры. Этот дом – один из ансамбля городской усадьбы Попова. Был такой человек, Попов, изобретатель радио. И вот этот изобретатель радио, у него был брат, богатый человек, который строил московскую, рязанскую, вот эту железную дорогу. И он в преданной своей дочери купил три дома. Вот номер 19, 21 и 23 с усадьбой. За сохранение в целости этих трех домов, некогда составлявших единую усадьбу, изо всех сил боролся Анатолий Иванович Турбин, житель дома номер 21. В этом мае ему исполнилось 90-е лет, и, к сожалению, выйти на съемку из своей квартиры он не смог по состоянию здоровья. Но о его неоценимом вкладе в дело по сохранению деревянной усадьбы знают многие. Он очень пекся всегда в этих домах. Когда вот здесь была такая буря, в прошлом или позапрошлом году, тут крышу оторвало. Он еще бегал, он тут со своей палочкой носился тут, как этот капитан на капитанском мостике, этих рабочих, ты туда, ты сюда. То есть он болеет от души, это он такой вот, ну, настоящий человек. 21-й дом, возле которого рос гигантский вяз, где живет 90-летний градозащитник, тоже пострадал. В субботу, это когда очень сильный порыв и ветер были, и дерево внезапно у меня задрожало окно, и сразу вот доски отвалились. Я даже испугалась, что там как бы крушение не произошло. А потом дерево рухнуло вот на 19-й дом. Покушения на дома усадьбы Попова начались давно. Часть 19-го, к слову, уже уничтожена. На месте его заднего флигеля теперь детская площадка многоэтажки. По словам соседей, в нем живут тайцы, которые работают в массажном салоне неподалеку. Полуразрушенные конюшни и остатки фруктового сада во дворе часть усадебной композиции пытался сохранить Анатолий Иванович всю свою жизнь. Поэтому он не согласился переселяться, когда его квартиру предлагали выкупить. Из стойких жильцов в доме номер 21 осталась еще одна соседка Галина Александровна. Так и стоят вдвоем на страже истории. Я считаю, что вообще нельзя было так варварски. Вот так показывают другие города. Там какие-то приезжают туристы, смотрят что-то там по каким-то. А у нас вроде бы говорили, что хотели попасть в Золотое кольцо, но сказали, вам тут показывать нечего. Но то, что осталось, я не знаю. Надо, наверное, вкладывать, надо как-то ремонтировать. Мне кажется, что это без истории нас нет. Дома ансамбля действительно привлекают внимание. Сейчас на некогда деревянных улочках Рязани, среди постепенно догорающих и сносимых остатков памяти о нашей истории и культуре города, этот возвышающийся к окошникам представитель деревянной архитектуры выглядит очень нарядно. Приходили постоянно экскурсии сюда и приезжали на автобусе, вот здесь останавливаясь, и с пединститута, и со школы, когда ребятки, особенно каникулы у кого, или кто на продленке, приходили всегда учителя с ними. Честно, у меня слов нет, наверное, которые могут описать, насколько это большая потеря. Это не пафос какой-то, это не, знаете, для громких каких-то слов, этот дом действительно на всей улице Салтыкова-Щедрина, пожалуй, один из самых интересных, если не самый даже интересный. Вяз распилили и вывезли уже на следующий день. Тогда и стали понятны масштабы катастрофы. Его резной декор очень богатый, да, из фасада очень он весь прорезан, весь украшен, вот этой вот резьбой, ставни сохранились. И самое интересное здесь вот этот элемент бочка, который, ну, можно по-другому назвать, да, мезонин, крыша, не знаю, но вот такой элемент в виде кокошника, да, он называется бочка. У нас есть несколько домов в Рязани с такими бочками, но это самая такая грандиозная, самая красивая бочка. Она тройная, и вот как раз на эту бочку боковую дерево и упало. И надо сказать, что сейчас я когда пришла, выглядит все хуже, чем было. Учитывая, что дом номер 19 охраняемый памятник, восстановить поврежденный элемент должны по закону. Восстановить возможно, все возможно, я думаю. Мы живем, извините, в 21 веке, когда люди вообще-то в космос летают, так-то, да, на минуточку. Поэтому восстановить можно все при желании. Теперь, я думаю, что ответ за инспекцией по охране памятников, потому что они отвечают за сохранность памятников, они должны как-то договориться с владельцем этого дома, чтобы он провел ремонтные восстановительные работы. Единственное, что ремонтные восстановительные работы в нашем городе, это тоже такая лотерея, то есть их могут провести, даже если их проведут, не факт, что они будут выполнены качественно. Остается лишь наблюдать за развитием событий и верить, что дело жизни 90-летнего Анатолия Ивановича Турбина, который с рождения живет в одном из домов усадьбы, подхватим и мы, благодарные потомки. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».